Амичи заставили Минздрав России распахнуть двери больниц. Многолетний конфликт родственников пациентов, находящихся в реанимации, врачи, не пускающих их туда, может вскоре разрешиться. Теперь родные смогут круглосуточно находиться с близкими в отделении интенсивной терапии. Хотя закон формально и так разрешал это, врачи чаще всего запрещали. Этот вопрос подняла амичка Ольга Рыбковская. Ее ребенок 8 дней лежал в реанимации, однако мать к нему не пускали. В 99% из 100 родственников не пускают к тяжелобальным людям в реанимацию. И в частности это касается детей. Ну и речь идет о взрослых людях. На данный момент, например, в европейских странах такой практики нет. Там приветствуется нахождение родственников, потому что это очень мощная психологическая поддержка. Женщина создала петицию, ее подписали почти 370 тысяч пользователей интернета. В Омском Минздраве сообщили, что уже получили разъяснение из центра. Посещать реанимацию родственникам можно, но при этом нужно соблюдать правила гигиены, не иметь инфекционных заболеваний, не пользоваться мобильными телефонами, ну и не мешать другим пациентам и работе врачей. Нужно понимать, что пациенты ночью спят. В отделениях реанимации палаты, обычно реанимации интенсивной терапии, они не рассчитаны на одного пациента, там находится несколько пациентов. И посещение в ночное время, оно ограничивает и нарушает права тех пациентов, которые в это время также находятся в этих отделениях.